Итак, друзья, приветствую вас всех на весенней уборке 2022 года. Если кто не в курсе, что это, что это за событие такое, я вам вкратце объясню. Весенняя уборка — это такой, можно сказать, патч, который Valve выпускают там раз в год, раз в два года, в котором они фиксят самые явные, жёсткие какие-то баги и недоработки. И вот прямо сейчас эта весенняя уборка настала. На улице 3 часа ночи, я сижу записываю, не знаю, когда вы увидите этот ролик, но, тем не менее, обнова вышла поздно ночью. Обнова, как вы видите, если вот так вот пролистать вниз, уже можно понять, что она достаточно большая, достаточно такая обширная, и мы с вами рассмотрим самые важные изменения, которые затронут таких вот работяг обычных, как я и мы с вами. Поэтому, друзья, давайте приступим к рассмотрению, что у нас у нас в первую очередь изменилось. В первую очередь у нас поменяли так называемый демо-режим. Если кто не в курсе, как его вызывать, выбираем любого героя, которого мы хотим, и нажимаем кнопочку «Опробовать», и запускается, так сказать, пробный или демо-режим, называйте его как хотите. Как только он загрузится, я думаю, вы сразу заметите изменения. Во-первых, карта. Карту в этом демо-режиме наконец-то поменяли и сделали ее, ну, гораздо более удобной для всякого рода теста, потому что раньше здесь была только вот эта вот речка, только вот эта территория. Теперь здесь добавили целую площадку, где можно теперь наконец-то проводить свои, так сказать, эксперименты. Итак, первое, что бросается нам в глаза, это новый интерфейс, который добавился слева. Он, опять же, только для демо-режима, и в него добавили кучу различного функционала, который раньше вызывался только с помощью команд. Давайте начнем по порядку. Во-первых, теперь гораздо удобнее стало создавать персонажей, врагов или союзников, неважно. Мы нажимаем вот, например, на вот сюда вот, и видим, что здесь перед нами открывается целая пачка персонажей. Любого выбирайте, даже есть поиск, хотим мы, допустим, Праймал Биста создать, и в зависимости от того, хотим мы, чтобы он был союзным или врагом, нажимаем нужную кнопку. Если уходим к союзникам, нажимаем, соответственно, союзника. И это очень удобно, потому что раньше я вводил командой. Да, раньше была, конечно, похожа кнопка с вот этой вот таблицы, но сейчас можно вот выбирать сразу союзник, враг. Также есть кнопочка создания неподвижной цели. Неподвижная цель, если кто не в курсе, это вот такой вот Тайдхантер, который бессмертен. На нем удобно замерять ДПСы. Но он тут как бы был всегда, поэтому не то чтобы это новость, но вот в таком вот интерфейсе это все прикольно смотрится. Плюс неожиданно добавили руны. Раньше такой функции точно не было, и мы теперь можем спавнить руны прямо перед нашим героем. Вот это прям реально новшество на самом деле. Можем посмотреть вот как с Хастой, с ДТшкой работают те или иные персонажи. Это прикольно. Не то, что прям необходимо, но прикольно, что есть. Теперь мы можем прописывать отдельным персонажам нужный уровень. Раньше это опять же делалось все командами, либо сразу 30 уровень можно было апнуть или там по одному апать. Теперь же мы, допустим, хотим апнуть уровень нашего бота, который мы создали условно, Праймал Биста. Мы выделяем его. Вот наш главный герой, за которого я играю. И вот, допустим, Праймал Бист. На Праймал Биста мы нажимаем влевую кнопку мыши и добавляем ему нужное количество уровней. Видите, он прекрасно апается прямо вот на глазах. Более того, появились отдельные кнопочки для выдавания аганим-шардов и аганим-септоров. То есть, опять же, нажимаем, появляется и аганим-септор, и его шардик. И опять же, это все действует только на выделенных юнитов. То есть, мы если хотим, например, нашему главному герою выйти, то опять же, просто нажимаем соответствующие кнопочки. И это невероятно удобно. Вы просто не представляете, насколько это сильно облегчает, например, создание патчевых роликов. То есть, много времени экономится на прописывании вот этих всех команд. Ну и неуязвимость. Не знаю, зачем эта неуязвимость нужна, но вот, она, короче, есть. И теперь наш герой будет абсолютно неуязвим ко всем атакам. Опять же, тоже очень полезная функция, когда вы записываете там длинный видос или долго рассматриваете. У вас куча персонажей на экране. Их, допустим, нужно удалить. Какие-то они уже мешаются, уже не нужны. Мы их потестили. Нажимаем кнопку удалить. И вуаля, они удаляются. Казалось бы, такая мелочь, но она реально нужна была. Все это время она была необходима. И, опять же, она экономит очень много времени. Допустим, премиал бис мне тоже больше не нужен. Я его потестил. Нажимаем удалить. Все. Казалось бы, такие базовые вещи должны быть изначально. Но вот, валвы до них дошли только сейчас. Также здесь же можно прописывать втф. Если раньше вы хотели кастовать способности и не тратить ману и не иметь кулдаунов. Я, ну, лично я прописывал втф вот эту вот команду. То теперь можно просто нажать бесконечный ману. И эффект будет абсолютно тот же. То есть мы не будем уже тратить ни ману, не иметь никаких кулдаунов. И волны крипов тоже очень удобно. Раньше, если вы выключали волны крипов, то они просто переставали спауниться. А если мы, допустим, вот они заспаунились. И мы хотим выключить этих крипов. Мы нажимаем, и крипы пропадают. Они не просто перестали спауниться. Они пропадают те, которые уже заспаунились. И это, опять же, удобно. Ну и плюс ко всему дизайн. Зачем? Но можно выключить еще и башни. Они тоже просто пропадают. Фонтан, конечно, остается, но башни пропадают или возвращаются обратно в зависимости от того, куда мы нажали. Короче, менюшка вроде небольшая, но максимально функциональная. Все, что вот может понадобиться при тесте персонажа, они сюда добавили. Ну и плюс вот этот вот обновленный кусочек карты меня не может не радовать. Ну, как человека, который занимается обзорами патчей. Ну и Valve, конечно, молодцы, что исправили такое количество багов. Но, увы, они так и не исправили самую главную проблему. Возможность пополнять баланс в стиме. В отличие от моих друзей Epic Loot. Они добавили на сайт сундуки, из которых можно выбивать баланс стима. Да, прямо вот баланс и да, прямо вот на стим. Я не знаю, как они это сделали, но мало того, что баланс приходит моментально. Так еще из сундука за 100 рублей можно выбить 1500 стим баланса. Ну и очевидно, промокод на целых 15% к пополнению баланса в таком варианте будет использоваться гораздо приятней. Кстати, этот же промокод, если ввести его на ивентовые страницы, он даст вам плюс одну бесплатную попытку во временном режиме Mid Battle, в котором халявно раз в час можно фармить скины, сундуки и другие бонусы. Ну и не забывайте об их заикце Battle Pass, который только по ссылке в описании можно получить бесплатно, а не за 800 рублей. И, ребят, в момент, когда YouTube отключает монетизацию, правда, очень важно, чтобы вы пользовались услугами спонсоров. Это очень помогает. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. А, ну и еще забыл добавить, что мы можем менять своего главного героя прямо вот здесь, вот не выходя в главную менюшку, как мы делали это раньше. Допустим, вот я сейчас за антимага играю, опять же открывается вот такое окошечко, нажимаем стрелочку, открывается окошечко, и я хочу поиграть за Праймал Биста, подтестить его способности. Я не просто так его взял, друзья. Смотрите, добавили вот какой функционал интересный, которого мне очень не хватало именно на Праймал Бисте. Кто не в курсе, у него есть Аганим Шард, я его никогда не покупал, потому что я не знал точно, что он прямо вот делает во время игры, и разбираться было лень. Вот. Раньше, когда вы наводили на Аганим Шард, просто мы знали, что у него появляется новая способность, и видели ее банальное описание. Но никаких статов, что она дает, конкретно не было. Теперь мы точно знаем, что у Праймал Биста, вот этот его Рок Фроу, он дает 275 урона, стан вот такой вот определенный. Это удобно. Раньше мы видели только описание способностей. Вот обидно, кстати говоря, что здесь не написано, сколько маны стоит. Или она вообще не стоит маны? Нет, она вот маны как бы стоит, но мы не знаем, сколько она стоит, потому что здесь не написано. Но теперь сюда добавили статы. То же самое с Аганимом. Если мы возьмем персонажа, у которого, допустим, есть какой-то Аганим, мы здесь будем видеть абсолютно все статы, которые мы будем получать при покупке Аганима. Что конкретно он увеличивает, что уменьшает. Это реально пригодится как новичкам, так и тем людям, которые, допустим, не особо следят за обновами. Также гораздо более удобно сделали лавку. Я думаю, вы тоже все сталкивались с такой ситуацией, что вам нужно найти какой-то определенный итем, и пока вы найдете его вот здесь, вы проще воспользоваться поиском. Ну, я обычно всегда так делаю. Хочу, например, купить, допустим, Асауль Керас, и чтобы ее не искать вот здесь. Но я как бы знаю, что здесь я вводил слово «с», например. Ставь лайк, если так же делаешь. Ну и, короче, что теперь сделали? Валвы добавили поиск по тегам. Допустим, вам нужен армор. Мы вводим армор, на английском, разумеется, и нам выдает все итемы, которые дают армор в той или иной степени. Даже, ну да, даже нейтралки, получается, показываю. Слушайте, и это прикольно. Это реально удобно. Допустим, если вы знаете, что вам в целом в игре не хватает армора, вы вводите армор, и дота вам покажет все итемы, которые хотя бы чуть-чуть этого армора нам дает. То же самое можно, допустим, ввести с атакой. То есть вот, все итемы, которые дают нам дополнительный урон. Это удобно, это реально удобно. Допустим, вам не хватает спида. Не того спида, а который, спид, который скорость. И вот, опять же, мы получаем все итемы, которые дают нам скорость передвижения. Еще один любопытный прикол они добавили в итемы. Допустим, мы знаем, что Айрон Брейдж дает 1 ко всем атрибутам. Но что это значит? То есть мы знаем, допустим, 1 к силе дает какое-то количество хп, 1 к интеллекту дает какое-то количество маны, 1 к ловкости какое-то количество брони. Но точных цифр никто не знает. Вот назови любого человека, он не назовет. Потому что там такие цифры неокругленные, и это вообще неудобно. Теперь же, чтобы мы точно знали, сколько мы получим от вот этой вот одной единицы атрибутов, мы просто зажимаем кнопку Alt. И теперь мы видим, что означает 1 атрибут. То есть веточка дает 12 к мане, столько-то-столько-то к броне, 1 к скорости атаки, 1 к урону. И, короче, вы подробно видите абсолютно все статы. Вот, допустим, 20 к здоровью. Вы знали, что веточка дает 20 к здоровью? Я, например, не знал. Ну, как бы понимал, что она какое-то количество дает, но какое именно хз. И, допустим, особенно это удобно с какими-то итами, которые дают много статов. Например, с кадди. От 22 к атрибутам ко всем. Сколько это? Что это значит? Мы знаем, что 220 к здоровью он дает по дефолту. Но плюс атрибуты. Атрибуты сколько нам дают? А эти атрибуты дают 440 к здоровью, между прочим. То есть, если почитать, 220 плюс 440, с кадди нам дает 660 к здоровью, если посчитать вот общую сумму. Давайте посмотрим, допустим, сколько там та же Тараска нам дает. И, опять же, видим, 45 к силе, это 900 к здоровью. И плюс 250 к здоровью. 900 плюс 250, 1150 к здоровью дает Тараска. Также небольшая такая мелочь, но приятная. А валвы добавили цвета для типов урона. Допустим, у тайдухи мы знаем, что Гаш наносит магический урон. И теперь циферки, которые отображают этот урон, они тоже синенькие. Соответственно, если у него третий скилл наносит физический урон, то циферки будут отображаться красненькими. Ну, а если речь идет о чистом уроне, то давайте возьмем Макса. Если речь идет о чистом уроне, то он будет желтеньким. Еще одна небольшая, но интересная деталька добавилась послеигровую аналитику. Я думаю, многие ребята часто сюда залазят, чтобы посмотреть, кто как отыграл, кто сколько там урона нанес, кто сколько выхилил. Короче, смотрите, что сюда добавили. Сюда добавили некий, так сказать, фильтр. Теперь мы можем узнать сразу одним кликом, кто, допустим, больше всего надамажил в этой игре. Нажимаем, вот, допустим, по героям по урону. И, получается, фильтруется. У кого больше всего, у кого меньше всего. И фильтруется, как видите, по команде. Вот. Первое место, второе, третье, четвертый, пятый, соответственно. То есть, вот, допустим, я играл на Праймал Бисте. 32 тысячи урон, 24. И, соответственно, в их команде видно, что у них Огр больше всех надамажил почему-то. Короче, такая вот система. И, ну, соответственно, можно вообще с любым параметром так же сделать. Итак, все-таки пришлось там перекатиться на обычную карту для того, чтобы затестить еще одно важное изменение. Я думаю, вы уже все заценили вот этих вот новых Оггров, которые станет на миллион тысяч секунд. Так вот, как заявили Валва, они добавили ему вот этому вот стану эффект и звук. Ну, давайте теперь посмотрим, действительно ли он есть. Ну да, согласен. Теперь он гораздо более явный. Не знаю, услышали вы этот звук или нет, но эффект прям вот, ну да. Такое уже будет сложнее гораздо пропустить. Короче, полезная штука. Хорошо, что Валва это добавили, потому что первые дни, когда вот эта штука вся эта добавилась, я вообще охреневал. Я думаю, не я один. Это полезно, это полезно. Вообще, чтобы вы понимали, патч ноут там просто огромный. Там реально очень много ошибок всяких исправлено, но по большей части они прям такие суперситуативные, мелочные, которые вы вряд ли замечали вообще когда-либо. Я буду говорить лично о тех, которых я замечал, с которыми я сталкивался, и с которыми вы, скорее всего, тоже сталкивались. Ну, как от лица как бы обычного работяги для работяг. Теперь из ульты Марса МК больше не сможет выпрыгнуть на дерево. У него тупо не получится. Вот арена, например. И я хочу на дерево. Блин, ну, кажется, деревья все разрушают. Ну, вот ближайшие. И я просто не могу прыгнуть. Оно как бы уходит в кулдаун, и я не могу. Он тупо не прыгает. И это полезно, потому что раньше, да и, наверное, до сих пор сейчас, из арены Марса вообще миллиард способов было выбраться. Но вот минус один. Теперь МК упрыгать оттуда, конечно, не может. Еще один прикольный момент. Рики теперь, когда находится в своем третьем скилле, мы можем прямо отсюда кастовать тучку, не выходя из нее. Мне почему-то казалось, что раньше так тоже можно было. Я на Рики как бы не игрок, но у меня всегда было ощущение, что он мог раньше кидать. Но, как написано в патчноуте, как бы это новая функция, вроде как. Так что я точно не знаю. Игроки на Рики поправьте меня, если что. Но, короче, да, тучку теперь можно кидать, находясь в триксах. Целую кучу фиксов подвезли для Рубика. Чтобы вы понимали, вот, вот этот весь список, это все чисто изменения Рубика. И там реально было что исправлять. Давайте начнем с того, что при покупке Аганим Шарда мы теперь будем улучшать сворованные способности. То есть, смотри, какая ситуация. Мы знаем, что у Мираны с Аганимом ее стрела кастует первый спелл по врагам, который находится поблизости. И, допустим, мы воруем у нее эту стрелу. И теперь, если мы ее кинем, если у нас есть Аганим, то ее первый спелл применится на всех, кто находится поблизости. То есть, мы улучшаем эту способность. Хотя раньше это не работало. Ну, судя по тому, что в почтноуте написано. То же самое и с способностями, которые улучшаются с помощью Аганим Шарда. Допустим, у нас вот есть Аганим Шард. У Веника нету. И если он плюнет в нас, то мы просто замедлимся. Но если мы плюнем, и у нас есть Аганим Шард, то мы создадим еще и два вот этих вот, две вот эти вот пиявочки, которые будут дамажить наших соперников. Допустим, у той же Расты мы крадем его шейклы, используем, и вокруг нашей цели спаунятся еще вот эти вот змейки. Вот такая вот система теперь. И это работает со всеми персонажами. Ну, по крайней мере, со всеми, кто есть вот в этом списочке. Так что те, кто играет на Рубике, очень достателю вам рекомендую изучить, потому что раньше, судя по всему, этого всего не было. Опять же, я на Рубике не игрок, но, судя по всему, раз это вынесли в отдельный список, то да, раньше этого всего не было. Также, не знаю, в курсе вы или нет, но на Фантом Лансере существует Аганим, который делает его ульту активной. И если мы используем эту ульту, она создает миллион копий, то есть максимум, который там возможно. То есть мы нажимаем, и происходит вот следующее. Теперь же эту способность тоже можно украсть, хотя раньше было нельзя. Если мы вот ультуем, воруем, применяем и тоже создаем, короче, вот такой вот лагодром получается. Так же, как заявляют Валвы, теперь мы можем еще и воровать другие способности. Там тоже есть целый список, который раньше, оказывается, нельзя было воровать, но теперь можно. Например, опять же, способность от Шарда на Сларк. Вот этот вот Death Shroud, и мы его воруем, и вот, да, получается, действительно воруется. Мы его можем так же применять, так же, как и Сларк. Так, видимо, раньше так нельзя было. Так же Валвы ввели еще одну маленькую деталь, и я не совсем понимаю, зачем она, но, короче, теперь, если вы закинули итемы в Quick Buy, мы при зажатии Альта видим, во что соберется этот итем. То есть вот итемы, это БФ, мы зажимаем Альт, и нам подтверждают, что это, да, действительно БФ. Ну и также при наведении на свое количество золота мы видим здесь абсолютно всю подробную информацию, на какую сумму у нас лежит в Quick Buy, сколько мы потеряем при смерти, время возрождения и так далее. Раньше этого всего не указывалось, и вроде бы как это даже не написано в патчноуте, но это добавили, это факт, потому что раньше такого количества текста здесь раньше не было. Там вроде был надежный, ненадежный золото, все, если не ошибаюсь, и возможность выкупа, да, вроде больше ничего не было. Тут видите, теперь сколько текста. Также в левом верхнем углу появилась дополнительная кнопочка, это журнал сражения. Не пугайтесь, это полезная штука, которая иногда, наверное, вам может пригодиться. Здесь мы можем увидеть, кто какое количество урон нанес, когда, что, вообще, тут и тайминги. Ну, короче, тут самый старый журнал сражения, который был в доте всегда, но чтобы его найти, нужно было кликнуть сначала в таблицу счета, и вот здесь вот этот журнал сражения раньше находился. Он до сих пор здесь находится, но теперь его вынесли на отдельную кнопочку. Итак, теперь пройдемся по косметике. Не знаю, в курсе вы или нет, но относительно недавно Valve добавили новые сетики в доту. Вот такие вот они, ну, примерно в таком вот красном стиле. Они выдаются за DPC очки, если я не ошибаюсь. Ну, короче, кто шарит, то знает. В общем, суть в том, что эти сеты были забагованы. Конкретно вот на Наге Сирене этот баг заключался в том, что когда вы призывали иллюзии, они, как бы вам это сказать, выделялись. То есть можно было четко понять, где иллюзии, где нет, за счет этих шмоток. Бак, он достаточно такой скандальный был. На Reddit о нем много кто говорил. Вот. Ну и сейчас, как заявили Valve, они это исправили. Как видите, теперь иллюзии полностью синие, и враги не смогут нас различить. Так, ну давайте дальше пробежимся по косметике, а конкретно по тем моментам, которые лично я сам замечал. Если вы не помните, в последнем патче Питлорду добавили новый ульт, который создает вот такие вот, ну, порталы, короче, вы должны наверняка были видеть. И прикол в том, что буквально где-то за пару месяцев до этого вышла имморталка, которая меняла его старый ульт. Ну, вот там, где мы вокруг себя всех, ребят, телепортировали. В общем, по сути, эта имморталка стала бесполезна вот эти вот несколько месяцев после выхода патча с новой способностью. Но теперь Valve это исправили, и теперь эта имморталка меняет новый ульт. Ну, по крайней мере, ее иконку. Не знаю визуально, как она именно ее меняет, потому что, ну, давайте вот посмотрим, кстати. Обратите внимание, что с этой имморталкой портал выглядит вот так вот. То есть он действительно меняется. Valve и Зану перерисовали вот эту вот модельку и ее партиклы. Потому что по дефолту вот эти вот порталы, они выглядят совсем иначе. Сейчас вот давайте даже затестим это. Да, портал вот такой вот желтый. У нее совсем другой эффект. И Valve реально переделали. Прикольно. То есть эта имморталка теперь не бесполезна, потому что раньше она вообще ничего не меняла. Также на Абаддона существует вот такая иммортал-палка. Это одна из первых имморталок вообще в доте. И в свое время у нее вообще пропал эффект как от имморталки как таковой. Вообще по дефолту она меняла щит. Потом она перестала менять. Ну, видать, из-за какой-то ошибки. И теперь Valve наконец-то вернули этот эффект нового щита от имморталки. Щит с ней выглядит вот так. Вот такие вот черные полосочки. Я думаю, вы давно такого не видели. Хотя многие бегают с этой палкой. Вот такой вот щит должен был все это время быть у Абаддона, если кто не знал. И он был когда-то. Но Valve, видимо, забыли про него или забили. Тут уже вопрос другой. Показать, к сожалению, вам не смогу, потому что у меня нет аркана на Течиса. Но, короче, на словах могу описать. Я думаю, вы в курсе. Если вы играете много на Течисе и его являетесь фанатом, то вы знаете, что в его аркану можно вставлять гемы, которые будут менять его цвета. Так вот, теперь, после того, как Течиса поменяли, вы знаете, что способности у него стали другими. И теперь Valve адаптировали изменение цветов от гемов под новые способности. Таким образом, если вы вставите в эту аркану гема на цвета, они будут менять вот этот стики, стики бомбу, первый спелл, и его реактив тейзер. Также аркани на Рубика добавили измененный эффект для того же первого скилла Течиса. Если мы его воруем, то этот спелл будет выглядеть теперь следующим образом. Вот такая вот зеленая минка теперь будет. Ну и, наконец-то, Valve снизошли и исправили все вот эти вот реликвии, которые были сто лет как неактуальными. Ну, то есть, вы знаете, для некоторых героев там у них способности поменялись, а у них там по-прежнему задание нанесите столько вот урона с вот этого вот удаленного скилла. А этого скилла нет, реликвии не прокачать. И, короче, все вот эти вот штуки исправили. Вот вам списочек целый, кому интересно, изучайте, потому что смысла их показывать все нет. Вот. Ну и также испытания обновили. Я вот прям, как сейчас помню, я вот на Омнике проходил, у него было испытание. Сейчас оно у меня отображается. Короче, нанести какое-то определенное количество под репелом, вот этим вот вторым скиллом. Вот. Какое-то количество урона с руки. И оно тупо не засчитывалось. И как раз в списке чинжлога это вот исправление оно имеется. Наконец-то валвы его исправили. За что ему спасибо. Ну и на этом все, друзья. Вот такой вот патчик получился. Действительно весенняя чистка. Валвы пофиксили многие баги. И пишите в комменты, какие вы сами нашли фиксы, потому что валвы далеко не все написали в этом патч-ноуте. Они всегда так делают. Многие штуки они добавляют просто так. И как бы не описывают это. Так что то, что вы нашли какие-то исправления, пишите в комменты. Будем составлять свой, так сказать, народный патч-ноут из-за изменений, которые валвы не описали. Ну и плюс пишите моменты, которые валвы не исправили. Интересно будет почитать, про что же они все-таки забыли. Короче, такой вот патч-ноут. Весенняя чистка, я считаю, прошла успешно. Многие баги реально исправили. Это радует. Спасибо за просмотр. Не звать подписываться на мой паблик ВК, залетать в Дискорд. И я с вами не прощаюсь. Еще услышимся. Спасибо за просмотр.